У бородатых мужиков, когда они рассуждают о каких-то философских проблемах, есть такая традиция, что прежде чем вы начинаете спорить или говорить о чем-то, вы должны договориться об определениях. И, конечно, тема моего выступления, она немножечко содержит в себе некоторую интригу, потому что, а какой именно искусственный интеллект возможен? Что мы понимаем под этим самым искусственным интеллектом? И действительно ли под искусственным интеллектом обычный человек с улиц и понимает то же самое, что понимают под этим термином социалисты из области машинного обучения? И здесь в свое время, когда только зарождалась наука об искусственном интеллекте, подход был достаточно простым. В основу определения искусственного интеллекта было положено понятие интеллектуальной задачи. То есть, если есть какая-то задача, которую человек решает при помощи своего естественного интеллекта, а мы создаем машину, которая автоматизирует решение этой задачи, которая тоже справляется с ее решением, то вот такая машина, такая программа и будет являться системой искусственного интеллекта. Такое понятие искусственного интеллекта, оно чрезвычайно широкое. Если задуматься, то даже задачу устного счета мы выполняем при помощи своей головы. Поэтому формально любая система, которая производит, например, какие-то математические операции, уже будет считаться системой искусственного интеллекта. Поэтому внутри понятия искусственного интеллекта решили провести несколько таких достаточно важных разграничительных черт, чтобы разложить мух и котлет в разные сосуды. И, наверное, самой важной такой вехой, чертой является черта, отделяющая понятие прикладного искусственного интеллекта, или как его еще называют, слабый искусственный интеллект, или искусственный интеллект для решения частной задачи. Такой искусственный интеллект, прикладной искусственный интеллект, предназначен для решения какой-то одной интеллектуальной задачи, то есть это специализированный искусственный интеллект. Если программа хорошо играет в шахматы и обыгрывает человека, то да, это своеобразный искусственный интеллект, прикладной искусственный интеллект, и он решает вот отдельную конкретную интеллектуальную задачу выбора оптимального входа в шахматной партии. Существует понятие сильного искусственного интеллекта, или также используется часто термин Artificial General Intelligence, то есть некий универсальный искусственный интеллект. И вот под такой системой понимается уже машина, которая сможет решать любую задачу, которую способен решить интеллект естественный, ну, либо очень широкий спектр задач. Здесь нужно понимать, что те виды искусственного интеллекта, которые мы смогли до сих пор создать, это все различные разновидности прикладного искусственного интеллекта. Но это не значит, что наука собирается останавливаться на этом, и, разумеется, существуют определенные планы и вполне конкретные проекты по созданию универсального искусственного интеллекта. И здесь наука в основном и начинает свои шаги, используя старую, хорошо показавшуюся технику. Это так называемый бионический подход. Например, когда Леонардо да Винчи хотел создать летающую машину, то первое, с чего он начал, он стал изучать, каким образом летают птицы. Он долго, кропотливо зарисовывал различные фазы движения крыла птицы и, соответственно, собирался использовать эту информацию в конструкции своего первого летательного аппарата. И в этом смысле специалисты в области искусственного интеллекта, которые занимаются универсальными системами искусственного интеллекта, они тоже пошли по этому пути. И еще с начала XX века начались первые исследования, которыми занимались нейрофизиологи, которые были направлены на изучение тех процессов, которые происходят в человеческом мозге. С целью затем, через какое-то время, когда нам позволит эта технология, воспроизвести на некотором уровне эти процессы и таким образом получить интеллект искусственный. И надо сказать, что этот подход, он оказался достаточно продуктивным. И уже на грани 40-х и 50-х годов появились первые вычислительные модели, которые, хотя на самом деле и не были биологически достоверными, но позволяли достаточно хорошо решать некий небольшой класс прикладных задач. И с этого момента произошло некоторое разделение направлений научных исследований. Одна часть исследователей совместно с нейрофизиологами продолжала изучать те процессы, которые происходят в мозге. Была создана знаменитая модель Ходжкина-Хаксли на основе изучения гигантского аксона кальмара. Вообще специфика мозга кальмара заключается в том, что клетки нервной ткани, они чрезвычайно крупные. То есть вы можете невооруженным глазом увидеть единичную клетку мозга кальмара. Ходжкин и Хаксли уделили достаточно много времени исследованиям этого аксона, его электрической проводимости, целого ряда его параметров. И, собственно говоря, их исследования продолжались на протяжении длительного времени, продолжаются и сейчас. И есть направления, связанные с так называемыми импульсными нейронными сетями, где исследователи стараются воспроизвести работу мозга. И самым знаменитым проектом является проект Blue Brain компании IBM, который был начат в 2005 году, и который ставит перед собой задачу к 2023 году создать работающую копию мозга человека. Были продемонстрированы серьезные успехи. Начали они с создания колонки неокортекса крысы, биологически достоверной ее копии. Соответственно, было продемонстрировано, что эта колонка действительно ведет себя так же, как ведет настоящая колонка неокортекса крысы, то есть что сигналы там распространяются именно по тем же самым законам. Вот. Потом было построено замыкание из тысячи таких колонок. И, соответственно, эта работа продолжается и сейчас. Немножко ученые отстали от графика, потому что к 2015 году нам обещали показать копию мозга крысы. Пока что эти данные IBM не опубликованы, но причины здесь могут быть самые разные. Может быть, не получилось. Может быть, наоборот, получилось слишком хорошо. Может быть, просто нужно больше времени для публикации результатов. Кроме того, появились некоторые новые данные в области нейрофизиологии. Например, в прошлом году появилось исследование, показывающее, что внутри мозга существуют дополнительные контуры распространения информации, в которых задействованы астроциты глиальной ткани. На что, в общем-то, ученые из Blue Brain быстренько публиковали пресс-релиз, в котором сказали, да-да, мы знаем. Мы уже эту информацию интегрировали в нашу модель. Но, тем не менее, переносы сроков конечной фазы проекта, то есть 2023 год, по-прежнему мы ждем какого-то серьезного успеха или неуспеха от создателей Blue Brain. Но параллельно с этой историей существует история, связанная с бурным развитием вычислительных нейронных сетей, которые, конечно, не являются биологически достоверными и лишь отдаленно напоминают те процессы, которые происходят внутри настоящей нервной ткани. Но они способны решать огромный класс прикладных задач. И в последние годы мы наблюдаем очень серьезный интерес в этой сфере. Причем, если говорить об алгоритмах, которые лежат в основе современных нейронных сетей, в сущности, эти модели были созданы еще в конце 80-х годов, но, тем не менее, во-первых, у нас серьезно выросли наши вычислительные мощности, которые мы можем задействовать при обучении нейронных сетей. На сегодняшний день активно используются для этого видеокарты, другие матричные процессоры, есть проекты по созданию специализированных процессоров для расчета нейронных сетей. Одновременно с этим мы оперируем сейчас с гораздо большими объемами данных. В этом смысле интернет тоже сыграл такую непоследнюю роль, потому что стал таким способом, который человечество использует для создания гигантских массивов, например, наборов изображений, наборов звуковых файлов, на которых затем могут обучаться нейронные сети. Был определенный прогресс и в алгоритмах продемонстрирован. И, начиная с 2012 года, мы видим, что фактически каждые несколько месяцев появляются достаточно революционные работы, очередные прикладные задачи искусственного интеллекта сдаются под напором машин. И наиболее, наверное, нашумевшая история – это история вначале с распознаванием рукописного текста, то, что связано со сверточными нейронными сетями и работами Лекуна. Несколько позже – это победа над человеком, над сильнейшими игроками в ГО. Это, опять же, система, основанная на нейронных сетях. Если говорить о самых последних работах, то в этом году компания Microsoft показала, что специализированная нейронная сеть способна распознавать устную речь лучше, чем это делают специально тренированные люди, допускать при этом меньшее количество ошибок. И вот буквально в сентябре этого года тоже достаточно интересная, привлекшая к себе внимание работа знаменитой группы DeepMind из Google, которые показали систему, которая способна синтезировать речь и синтезировать ее с таким качеством, что, опять же, стороннему наблюдателю очень трудно отличить эту речь от речи настоящего человека. Я думаю, что и в ближайшее время мы увидим новые достижения в этой области, потому что успехи эти связаны, главным образом, с тем, что к этому направлению было серьезно привлечено внимание прессы, внимание инвесторов, и на сегодняшний момент специалисты из сферы машинного обучения получили дополнительные ресурсы для того, чтобы применить уже хорошо зарекомендовавшие себя алгоритмы к новым и новым задачам. И в этом смысле мы сейчас, главным образом, ограничены количеством специалистов, работающих в этой сфере. Существует огромный спрос сейчас на рабочие руки. Многие программисты математики идут по пути переквалификации смены своей специальности для того, чтобы заняться глубоким обучением, заняться другими методами машинного обучения. И огромный интерес, конечно, со стороны финансового сектора, который увидел здесь определенный потенциал, связанный с этой технологией. Поэтому я думаю, что здесь нас еще ожидает много очень интересных и зрелищных достижений. Субтитры сделал DimaTorzok